Раньше здесь располагались пионерские домики, столовая и молодежный клуб. Территория лагеря опустела в 90-х. Спустя 30 лет местные жители и не думали, что территорию будут активно застраивать и сносить вековые деревья. Здесь на площади в 11 гектаров вырубили больше 100 сосен. Вековые деревья в Сосновском районе пережили много природных катаклизм. А вот очередной бизнес-проект не смогли. Судя по всему, территорию бывшего лагеря Уральские Зори хотят застроить. Хотя пока точно неизвестно, что здесь будет. Коттеджный поселок, база отдыха или термальные источники. Владимир Короткин живет здесь больше 50 лет. Но вырубка здесь началась впервые. Не знаю, кто тут этим делом занялся. Сроду не было этого. Черт не знает. Вот здесь года 3-4 стоит этот трансформатор на дороге. А это первый раз. Возят, 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 возят. Возят лес. Вот тебе, пожалуйста. Жители ближайших поселков Большое Баландино и Прохорова тоже не в восторге от вырубки. Проблемы начались еще до строительства. Машины ездят через деревню, поднимают клубы пыли. Дышать невозможно. Да и самовырубка, по мнению местных, просто варварская. Селяне подозревают, бизнесмены хотят наладить здесь сервис и водить сюда экскурсии. Ведь неподалеку от этого места располагаются баландинские пещеры и штольни, где добывают золото. Что? Без понятия. Ну, всю зиму возили. И весь лес захламили. Там всю эту площадь, где лагерь пионерский. А кто такие? Чего? Ну, видать, с чего-то разрешение. Там вообще бардак такой. Ставили после себя вообще космар. При этом в администрации Сосновского района не могут прояснить, когда и при каких обстоятельствах территорию передали частникам. Получить внятные комментарии от чиновников не получилось. Но в управлении архитектуры нам рассказали, что разрешение на строительство в этой местности никто никому не давал. Нет, не получали. Зачем на строительство не получали. Не получал никто, поэтому говорю, что догадываться, что там будет, пока тоже нет. Ну, если там есть стройка, завтра получается, мне Евгений Григорьевич говорил, съездить. Завтра машина у меня будет, поеду по таким объектам, заодно туда заеду. Зато владелец участка предприниматель Алексей Кожевников охотно делится планами. Нашим коллегам он рассказал, что в ближайшее время проведет сюда газ, дорогу и начнет строительство базы отдыха. Вот только местные жители не готовы к такому соседству. Селяне намерены писать коллективное письмо в прокуратуру.